Приветствую, друзья и коллеги! Поговорим буквально немного, исходя из задаваемых вопросов. Следовательно, я этот момент и нюанс совместил как раз таки со своей работой. Следовательно, подготавливаю инструмент для комбинированной геометрической резьбы. Часто задаваемые вопросы много либо мало. Можно обойтись одним кухонным ножом. Скажу так, исходя из реальности. Я, к примеру, сужу по себе. Чтобы я себя чувствовал комфортно в том, чтобы передвигаться в комбинированной геометрической резьбе, я, к примеру, использую то, что я вам сейчас показываю. Значит, первоочередное. Полукруглые коротыши разного размера, которые несут в себе ровную кромку. Следовательно, планомерный переходит на скошенную кромку. Надо ли это в работе? Но если исходить из того, что я неоднократно говорю, что инструмент это прежде всего возможности для реализации фактически очень насыщенного орнамента, который по факту не имеет границ, то этого, в принципе, достаточно. Идем дальше. Угловые стамески, которые делятся у нас на категорию скошенные кромки. Кто, к примеру, не пришел еще к этому нюансу, где и почему используется скошенная кромка, понадобится время, чтобы вы это начали понимать. Потому что неоднократно, допустим, об этом говорится, но не совсем ребята понимают. Потому что, допустим, где необходимо проходить контур ровным, с 90 градусов, да, угловой стамеской, они, допустим, берут, используют данные. Предназначение ровное через шаг идет, используется после нее, после прохода, используется с скошенной кромкой. Только берется условно с большого размера. И с большого размера фактически мы переходим на уменьшение с скошенной кромкой. Тем самым мы формируем фрезообразную выемку той линии, которую мы фактически проходим. Такая же ситуация у нас получается образовываться с полукруглыми коротышами. Дальше. Ножи, как правило, не считая вспомогательных маленьких, да, флажков, топориков либо ласточкиных хвостов, основные, которые, допустим, я в работе использую конкретно. Прорезной, от слова прорезать линии, 2,5 имеет. Нарезной с наклоном, с наклоном фактически его 3 сантиметра идет. Соответственно, с наклоном точно так же, но вспомогательный. Дальше. Периодически точно так же применяются это П-образные. Для разнообразия чего? Вашей композиции. В моем случае у меня есть маленькие и большие, точно так же есть не полноценная клюкарза, а полуклюкарза. Потому что есть моментами я взаимодействую. Я взаимодействую. А именно угловые стамески, соответственно, с П-образные, точно так же с полукругами. Но хочу, что я еще отметить. Очень немаловажным и для всего данного, для всего данного, когда вы совмещаете, к примеру, условно, это точно так же, когда вы отходите условно от плоскостей, да, допустим, по вашей композиционности. вам понадобится это четыре, как правило, ровных стамески. В моем случае они короткие. То есть ровный профиль. Но точно так же, переходя это на легкую отлогость. Легкая отлогость. Здесь приблизительно идет полтора-второй профиль. Не первый, не третий, а между первым и третьим. И вот таких получается отлогих стамесок вот маленькой, вот маленькой фактически, до чуть-чуть большой используется. Но это именно 100% именно неотъемлемая часть. Легкий радиус, то есть полтора-два, и следовательно, переходя, переходя на... Ну, вы понимаете суть. Вот это, в принципе, происходит взаимодействие. Когда, допустим, вы уже неким образом адаптировались если поняли, что вам, к примеру, необходимо, вот здесь у вас идет уже фактически, как бы по факту, вы начинаете добавлять профиля. А в чем добавление идет? То есть, юпочкообразные. Внешне у нас, как обычный, идет полукруглый радиус. но внутренне у нас образована стопроцентная юпочка. То есть, это конкретно по моей линейке. Их, как правило, вообще в работе использую, просто не всегда это показывается, я отрезками показывал. Их используется три штуки. И, соответственно, третья. Следовательно, добавляю в свои работы это двойная угловая стамеска по моей линейке. Не все я просто-напросто показываю, как правило. Соответственно, двойной полукруг не везде, но моментами я использую. И, к примеру, где я выполняю работу полукругами, я не могу сделать такой же, как здесь, потому что здесь чуть-чуть задачи другие. Ну и, соответственно, соответственно, вот такой вот. То есть, округляя все, как бы в целом, можно сказать, что вот сейчас, допустим, в данном случае, когда я занимаюсь комбинированной геометрической резьбой, я чувствую себя комфортно. В первых шагах чем может человек обойтись? Понятно, что для этого всего необходимый ресурс, для этого всего необходимо время и многое прочее другое. Но, в целом, первоочередной фактически вам по факту необходимо полтора полукруглый коротыш раз целевого предназначения. Следовательно, под него желательно, рекомендационно отобрать чуть поменьше в размере это со скошенной кромкой. Не одного же размера, не одного. Такое-такое. А немножко меньше. Два. Следовательно, маленький уголок 90 градусов с боковой стенкой 5 миллиметров условно. Три. И фактически можно выбрать для себя мелочевку. Мелочевку это со скошенной кромкой. Это маленький по факту. Угловой коротыш со скошенной кромкой 4. и фактически по ножам используется два. Прорезной и нарезной с наклоном. Можно отклониться скошенными кромками и фактически по факту для себя взять полукруглый коротыш, угловой коротыш и нарезной флажок с наклоном. Можно обойтись и подобным образом. Так что как-то так. Потому что задаваемые вопросы по этой части как бы по факту имели место и имеют место по этой причине как говорится просто показывают что такое комфорт в работе. Это примерно так. Это не считая как говорится для плоскорельефной резьбы. Понятно что многие и ряд людей кто является очень самокритичными могут сказать можно обойтись одним ножом не понимать для чего все это. Каждому свое и Бог вам в помощь. Так что ребята всецело получается на такой вот вам легкий очерк. Но вообще всецело кайфуешь. У кого кстати есть тут понимает меня о чем я говорю. Так что ребята как-то так. И очень интересно в работе когда используешь п-образку. Очень интересно. Классно выходит. Все ребята с наилучшими пожеланиями к вам берегите себя в это нелегкое время. Все всем пока-пока дальше следим за событиями дальше уроки по программе пропустим. Всем пока-пока. Субтитры Продолжение следует...